Трудные места писания Спрашивает Каиафа, это в тексте Матфея, 26 глава, 63 стих И для первосвящения это такой беспроигрышный ход, да, потому что если он скажет «да», то это богохульство Ты называешь себя сыном Божьим, тебя за это нужно убить А если он скажет «нет», это перечеркнет, собственно, все то, что было до того То есть ты никто, ты самозванец, давай уходи отсюда Да и тоже, пожалуй, можно казнить за то, что подал повод сомневаться И в следующем, 64 стихе, приведен ответ Иисуса Матфея, 26, 64 Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите сына человеческого, сидящего одесной силы и грядущего на облаках небесных Да или нет? Во-первых, интересно, что когда первосвященник пытается его поймать в такую ловушку, да, то Иисус принципиально отказывается отвечать односложно Ответ «да» — ловушка, ответ «нет» — ловушка, ответ «ты сказал» То есть это ты так говоришь, да, и я здесь как бы ни при чем Но тогда это нет Или некоторые современные переводы переводят «ты сам так сказал» То есть, ну да, вот ты же только что это сказал, значит, это да Странно, да? Смотрите, почему-то нет прямого ответа, ни да, ни нет И такая ссылка как бы, вот, сам разбирайся Во-первых, что такое сын человеческий, да? То самое выражение, которое здесь употреблено рядом Более того, его спрашивает первосвященник, ты ли сын Божий? И ответ «да» — богохульство с точки зрения первосвященника Потому что у Бога не может быть сыновей С его точки зрения А Иисус отвечает «сын человеческий» Это явная ссылка на пророчество из книги Даниила 7 глава стихи 13-14 Где описано видение как раз Бога, Отца С облаками небесными шел как бы сын человеческий Дошел до ветхого днями, ветхий днями, как раз описание Бога И подведен был к нему, ему дана власть, слава и царство Чтобы все народы, племена языки служили ему Владычеству и владычеству вечное Которое не придет, и царство его не разрушится А и тут Иисус на вопрос «сын ли Божий ты?» Говорит «увидите сына человеческого» Опять-таки, неужели нельзя было яснее выразиться Это я, сын Божий и сын человеческий заодно А было бы очень хорошо и просто Вот Евангелие от Марка, 14 глава, 62 стих Иисус отвечает «я», да, это я Но еще у нас есть третий синоптик, Лука И 22 глава, стих 67-68 Дает нам еще больше информации Иисус отвечает совсем как-то неясно Если скажу вам, вы не поверите Если же я спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите От меня Получается, он как-то вот не хочет ответить Но смотрите А может быть, он не хочет отвечать в терминах, которые ему навязываются Помните историю с динарием, которую показали Когда хотели узнать, платить ли подать кесарю? Иван Гриат Матфея, 22 глава, 17 стих Иисус не отвечает «да, платить», нет, не платить Он говорит «покажите мне динарий, это кесарево, отдайте кесарю» То есть не хочу отвечать на вот этот вопрос «да» или «нет», потому что вопрос сформулирован лукаво И у Луки, кстати, этот рассказ тоже очень похоже звучит И сказали все «и так ты сын Божий» Он отвечал им «вы говорите, что я» То же самое «ты сказал, вы говорите» В Иван Гриат Матфея параллельное место, 26-25 Но это про другое Там Иисус спрашивает, возвещает ученикам, что один из них его предаст Они спрашивают его «не я ли?» При всем Иуда, предающий его, сказал «не я ли?» Иисус говорит ему «это ты сказал» Смотрите, Иуда «ты сказал» и первосвещение Каиафа «ты сказал» Явно утвердительный ответ И в этом ответе есть больше, чем просто утверждение Вот Иуда спрашивает «не я ли тебя предам?» А Иисус ему говорит «ты сказал» Иуда еще не предал, он собирается То есть момент выбора остается И он как бы говорит Иуде «смотри, ты ставишь так вопрос Не я, не я тебе говорю, не предавай меня Ты понимаешь, что это предательство Ты готов на это пойти, решай» И получается первосвещение, он отвечает то же самое Я не навязываю себя, как сына Божьего Чтобы ты тут поклонился мне и все такое прочее Ты меня об этом спрашиваешь, решай Ты ставишь так вопрос Вот это очень важная вещь Конечно, он мог бы сказать Иуде Да, конечно, это ты меня предашь Тогда, наверное, остальные апостолы бы Ну, не знаю, что бы они сделали там Посадили его под замок или там Еще что-нибудь Но Христос оставляет Иуда на свободе Вот одна из самых удивительных вещей в Евангелии То, что он дает ему возможность совершить предательство Я бы не дал И первосвещенник ему задает вопрос И он оставляет первосвещеннику свободу Принять или не принять Вот для тебя это важно Для меня важно другое Для меня важно исполнить волю Отца А для тебя важно, какую формулировку я выберу Для того, чтобы себя назвать Выбирай сам Готов ты применить ко мне эти слова И решай, как ты поступишь Вот мне кажется, этот ответ ты сказал Он, конечно, утвердительный, а не отрицательный Но в нем гораздо важнее утверждение Вот это удивительное уважение к свободе Ты можешь, говорит Иисус первосвещеннику Когда этого говорит Иуде Ты можешь это формулировать так И твоя формулировка на тебя налагает ответственность Но я ничего не навязываю, ты сказал Внеси свой вклад, оцени, подпишись И поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!